Первое заседание Законодательного собрания области в этом году проходит в измененном составе. 45-я сессия, дебют для депутата Андрея Домошенкина. В декабре прошлого года он победил на выборах, набрав более 60% голосов избирателей. Народный избранник будет заниматься вопросами социальной политики региона. Он вошел в состав соответствующего комитета Амурского парламента. Да, это одна из сложных сфер. Я хочу сказать, ей большое внимание уделяется как на уровне областной власти, так и федеральной. Мы сами понимаем все, что бюджет социально ориентирован наш. Ну и последнее выступление президента показало, что действительно социальная сфера будет только улучшаться. Я хочу сказать, что работу с молодежью и также развивая спорт – это тоже социальная сфера. И уверен, что мы с коллегами покажем хорошую работу не на словах, а на деле. Вне очереди до начала основной части заседания выступила начальник Амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова. Глава ведомства отчиталась об эпидемиологической обстановке на территории области. Сегодня при Амуре в режиме повышенной готовности. Это связано с распространением коронавируса в соседнем Китае. Случаев заболевания среди амурчан не отмечено. На пунктах пропуска все контрольные службы у нас дополнительно были проинструктированы на настороженность. И на пунктах пропуска осуществляется тотальный тепловизионный контроль всех въезжающих на территорию Амурской области. Далее парламентарии перешли к рассмотрению вопросов повестки. Еще в числе главных инициатив законопроекта поддержки детей с редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией, при которой сначала отказывают ноги, потом спина, шея, внутренние органы. Известно, сегодня разработано лекарство – дорогостоящий препарат стоимостью около 50 миллионов рублей. Областной бюджет не может регулярно выделять деньги на эти цели. Мы предложили, чтобы их включили в федеральный список, для того, чтобы они получали данное лекарство по федеральному списку. В дальнейшем, это через год, когда они пройдут это лечение, мы очень надеемся, что лекарство изменится, то есть нужна будет совсем другая уже направление, уже нужна будет поддержка, и эти ребятишки будут здоровы. Амурские власти поддержат муниципалитеты на севере Приамурья теплоснабжающим организациям. В территориях населения менее 20 тысяч жителей предоставят компенсацию на поставку топлива. Это касается населенных пунктов со сложной транспортной доступностью. Сейчас по замерзшим дорогам есть возможность завести топливо с запасом на будущее, чтобы отопительный сезон прошел без аварий и нарушений. Позволим этим законам действительно обеспечить бесперебойное прохождение отопительного периода в северных территориях нашей Мурской области. То есть этот, хочу сказать, что вопрос по топливу у нас периодически, даже постоянно рассматривается на заседании правительства. И именно этот вопрос у нас поднимался в декабре и просматривался, что предоставить такую возможность закупить топливо и завести его именно по зимним дорогам. В первом блоке вопросов депутаты обсудили проект закона о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков. По мнению народных избранников, таких специалистов необходимо тестовать. Практика показывает, деятельность иностранных гидов в России приводит к тому, что туристы получают искаженное представление об истории и культуре страны. Выдавать лицензию на пять лет гидам будут государственные органы субъектов. Таким образом регион получит возможность провести отбор и отсеять недобросовестных работников туристической сферы. За рубежом уже давно принято, скажем так, лицензирование этого вида деятельности, о том, чтобы, во-первых, оказывалась качественная услуга и оставлялось хорошее отношение о стране, а во-вторых, чтобы ни в коем случае не искажался позитивный образ и история государства. Всего в повестке 45-го заседания законодательного собрания было 39 вопросов, в числе которых также штрафы за продажу снюсов и вейпов несовершеннолетним, льготный проезд детей в период каникул об объектах культурного наследия. В обсуждении законопроектов приняли участие все четыре политические партии Амурского парламента. В итоге большинством голосов амурские депутаты утвердили 38 законопроектов. Денис Ферденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.